Итак, последняя сессия на сегодняшний день, да, если Бог позволит. Итак, конец всякой плоти пришел. Конец всякой плоти пришел. Цель перестала соответствовать цели Творца. Все закончилось печально. Плоть перестала, человек перестал, творение перестало, и все закончилось печально для этого творения. Это одна часть. Есть Творец, есть Цель, есть Законы. Еще очень важное замечание. Система не закрыта для вмешательства Творца. Весь мир, в котором мы живем, и все законы, по которым живет этот мир, они открыты для свободного вмешательства Творца. Для многих людей, как бы, Бог должен стоять только вне и смотреть, не вмешиваясь в то, что происходит здесь. Но, читая Писание, мы видим, что Бог достаточно легко вмешивается в ход реальных событий в истории человечества, меняет на какое-то время все физические законы, отменяет их действия, потом перестает вмешиваться, и все по-прежнему идет дальше своим чередом. К примеру, Ишобаннун сказал, солнце, встань-ка, и солнце что сделало? Реально вообще это? Сверхъестественно. Один из израильских царей заболел, Бог пришел к нему через пророка, исцелил его. И после исцеления он говорит, слушай, откуда мне вообще знать, что точно Бог меня вот это оставит живой? Ну, говорит, а что хочешь, чтобы тень именно вперед пошла на 10 ступеней или назад? Говорит, ну, наперед это легко. То есть заставить солнце двигаться вперед быстрее, это легко. Ну, собственно, для него это что вообще? А вот назад это вот по-настоящему работа для Бога именно. Слушайте, и Бог заставил солнце идти в другую сторону из-за одного человека. Тень, она, а потом обратно своим ходом продолжила свое движение. Нормально вообще, да? Крутизна такая у нас уже у Божьего, конечно. Итак, когда Петру надо было ходить по воде, и что он сказал, ну, иди, что у тебя? Хочешь по воде пройти, пожалуйста. Никаких проблем. Естественные законы природы, они не управляют нашим Богом. Он их сотворил, и он над ними властвует. Система не закрыта для него, она открыта. Он может вмешиваться во все происходящее на этой земле. Понятно, да? Здесь еще есть у нас соседи. Анимизм. Есть пацаны, которые считают, что, в общем-то, первопричиной всего является Дух. Мир прежде всего духовен, анимизм. Мир прежде всего духовен. И за всеми физическими событиями стоят... Кто? Духи. Страшные такие. Ну, тут понятно, главное с ними договориться, и все будет хорошо. Ну, по крайней мере, мешать не будут. Нехай не помогают, а мы не мешали. Это анимизм. Значит, здесь все было бы прекрасно, если бы не вот такая штука. Думаю, картинка всем известна. О, смотрите, все продвинутые люди. Я поэтому закрашивать не буду. Оставимся над этим. И не я. Два начала. Добро и зло. Да? Причем неизвестно, кто из них добро, а неизвестно, кто из них зло. Потому что, ну, как видно из рисунка, как объясняют специалисты, добро может плавно перетекать в зло, а зло, соответственно, может плавно перетекать в добро. И для одних зло является добром, а для других добро является злом. То есть, вообще, единство противоположностей. Борьба добра и зла. Неизвестно, кто победит. Называется такое явление, как дуализм или двойственность. И здесь существует легкая проблема. Неизвестно, что есть добро, а что есть зло. Значит, отсутствие понятия добра, если неизвестно, кто из них есть кто, и они, в общем-то, с друг с другом не очень сильно дружат и плавно перетекают одно в другое. Да? Неизвестно, кто из них победит вообще в конечном итоге. Потому что они едины, как бы. Борьба на найских мальчиков. Да? Цель есть? Отсутствует. Отсутствует. Точно так же, как понятие добра и зла. Законы. Какие тут законы? Неизвестно, что и что. И неизвестно, что победить в этот раз. С законами тоже какая-то загадка. Уже неизвестно, кто главный из них. И по большому счету, если присмотреться внимательнее, то, понятно же, должен быть кто-то третий, кто всем управляет. Потому что они не могут быть равноправными. Почему? Понятно? Если мы говорим о том, что Бог – это тот, кто все может. Да? Могут ли быть два Бога, которые все могут? Не могут. Потому что, если один все может, он может ограничить второго. Если он может ограничить второго, то тот уже не Бог. А если он не может, значит, он не все может. Когда мы смотрим здесь, откуда мы знаем, что есть Творец? Из истории? Эх, ребята, все просто. Скажите, пожалуйста, откуда я знаю, что есть фирма, которая выпускает бутылочку? Потому что она сделана. Потому что она есть. Откуда я знаю, что есть завод, который делает бутылочку? Потому что он есть. Потому что он есть? Или по факту существования творения? По факту существования бутылки. Эй, подожди. Сделали. Сделали? Завод есть? Да. Неважно какой. Есть Творец, потому что есть? Творение. Если есть Творение, то обязательно есть? Творец. Глядя на Творение, мы можем понимать о наличии Творца. Если нету Творения, то нету и Творца. Но если есть Творение, то это же кто-то сделал. Оно же не взялось из ниоткуда. Есть Творец, который сотворил. Кстати, из ниоткуда. Из ничего. Он сотворил. И наличие Творения говорит о наличии Творца. Все. Все просто. Здесь все понятно. Отличная система. Вначале двойственность. Отсутствие конечной цели. Отсутствие понятия добра и зла. И отсутствие каких-то понятных, внятных законов. Надо угодить, и причем неизвестно, кому быстрее. Одному начнешь угождать, другой обидится. А неизвестно, кто в этот момент сильнее. Еще не угадаешь. Не угадаешь, точно. Это двойственность. Все время живешь, как на вулкане. Нормальная система для жизни. Вообще тишковата, да? С другой стороны, секуляризм или материализм. Материализм. Чего мы здесь имеем? Материя первична и вечно. Слышали такой постулат? Один из основных постулатов материализма. В самом начале лежит конфликт. Почему? Потому что есть такой закон энтропии, который говорит, что всякая система и материя стремится к распаду. Как может быть вечным то, что стремится к распаду? Вечно распадаться, оно когда-нибудь распадется. А если оно распадется, оно перестанет быть вечным. В бесконечности должно распаться. Ну и что? В вечности они убудут. Ты уже пришел сюда. На самом деле, как только ты приходишь в бесконечности, ты приходишь к Творцу. Если система стремится к распаду, то она рано или поздно его достигнет. Как может быть? Это же теория, я прошу прощения, того же дядечки, о котором ты говоришь, Лобачевского, который утверждает, что нуля не существует, равно как и параллельных прямых не существует. Почему? Потому что рано или поздно они что сделают? Пересекутся. Значит, если система стремится к распаду, рано или поздно она что сделает? Никуда не денешься. Потому что если ты продолжаешь ее в бесконечности, то это хорошо, когда ты говоришь о нуле, ты будешь справедливый, отсюда появляется теория черных дыр в пространстве. Потому что ты стремишься к одной точке, с двух сторон, а здесь ты стремишься. Рано или поздно это наступит. Понятно, о чем у них речь? Все так дружно закивали. Обычно, когда люди думали над этим, они либо попадали в дурдом, либо становились верующими. Потому что понять это, ну уже все, невозможно. То, о чем тут легко мы поговорили, о вечно убивающихся функциях, которые все время убывают, но никогда не убудут. И заодно мы поговорили о понятии нуля. То есть, в чем идет речь? Там есть дырочка в пространстве, потому что к нулю можно стремиться как со стороны минуса, так и со стороны плюса. И всегда будет оставаться некое расстояние до нуля, которое можно поделить на два, а то, которое останется, еще раз можно поделить на два. И то, которое тоже останется, еще раз можно поделить. Опять-таки, и так можно делать до бесконечности. Потому что был умный дядя, который сказал, слушайте, мне кажется, что вообще такого числа нет. Давайте договоримся, что это будет бесконечно малое число. То есть, оно как бы теоретически есть, но на практике его нет. Потому что мы можем всегда к нему стремиться, никуда не достигнем. Но они стремились с двух сторон. И у них как бы дырка. Но когда мы говорим, что всякая система стремится к распаду и в процессе бесконечности она распадется, то мы начинаем двериться уже только в одну сторону, а не в две. И поэтому мы можем говорить, что если она стремится к распаду, бесконечности, она что сделает? Она распадется точно так же, как две параллельные прямые перестают существовать, потому что в бесконечности они таки пересекутся. Понятно, да? Поэтому вначале есть конфликт. Чисто логический конфликт, который заложен в самое основание этой системы. Вечным не может быть то, что стремится к распаду. Ну ладно, может где-то ошиблись, мы что-то не понимаем, может дальше у этих ребят все будет хорошо и жизнь надулась. Но они дальше говорят, послушайте, все подвержено случайности. Теория эволюции это теория чего? Случайности. Случай. Или теория хаоса. Скажите, пожалуйста, у случайности есть закономерность? Упс. Законы, соответственно, по идее, должны отсутствовать. Правда, глянешь во двор, за окно, везде тебя окружают законы. А у этих ребят вроде как законы отсутствуют. У случайности нету закона, нет закономерности. А у случайности есть конечная цель? Понятие добро и зло заменено понятием прагматизма. То, что хорошо для меня, есть добро. То, что плохо для меня, соответственно, есть зло. У каждого из нас будет свое понятие добра и зла. Общее отсутствует. Тоже нормальненькая система для жительства. В начале заложен логический конфликт, отсутствие законов, конечной цели и понятия добра и зла. Добро пожаловать в реальность. Нормальные, ребята, материалисты? Когда я встречаюсь с материалистами, которые говорят, ты веришь в такую ерунду, как Бог? Я говорю, о, ребята, вы попали. Это вы верите в такую ерунду, как материализм. Как вы во всем этом живете? Это мне вас жаль, потому что в этом же надо как-то жить. И все человечество, оно переступило за линию отчаяния или безнадежности, когда оно поверило в эту ерунду. В Америке этот процесс произошел где-то в 1915 году, в 1915 году. В Европе он начался несколько раньше, в конце 19 века. «Человечество перешагнуло за линию отчаяния. И это буквально то, что говорит нам Писание. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о умерших, чтобы вы, как и прочие, не скорбели, как и прочие, не имеющие надежды, не скорбели. Все прочие, которые не пришли и не стали братьями, они не имеют чего? Надежды. И с любым человеком, с которым бы я не говорил, который не верит в Бога, я достаточно быстро привожу к одной точке в его жизни. Я говорю, вот вся твоя надежда. Выглядит приблизительно так. Это холмик. Это могилка. Ну, я не буду рисовать ямку, гробик. Я уже не... Я просто так рисую холмик и говорю, вот это вся твоя надежда. Все равно ты умрешь. И все равно все твои мечтания, отчаяния, все, о чем ты... Ну, вот... И зачем же это тебе? Я не хочу, чтобы вы скорбели, как и прочие, не имеющие... Все прочие люди на этой земле не имеют своей надежды. они лишены надежды. Им не на что надеяться, потому что они умрут. И когда мне начинают рассказывать историю, я буду жить в своих детях, я говорю, ой-ой-ой, как это интересно. Кошки и собаку? Нет, это история реинкарнации тогда это в крайнюю левую часть. Как только кошки и собаки, это в крайнюю левую часть. А на самом деле эти ребята, вот эти ребята, они ждали идею. Ну, понятно, что они же были не до конца шизофрениками, только частично. они поняли, что, ну, как бы, человека без идеи оставлять нельзя, поэтому идею им надо было придумать. Посадить дерево, вырастить сына, построить дом. Ну, хоть что-то. Для чего, непонятно, но хоть что-то, чтобы делали, ну, к чему-то стремились. Когда люди говорят, что я живу ради детей, я очень мило улыбаюсь, я говорю, это же вы себе отказываете в чем-то, чтобы ваши дети, они жили как? Лучше, чем вы, ну, нормально. Я говорю, а если дети, ваши дети, наследуют ваши принципы, а вы же хотите, чтобы они расследовали ваши принципы, ваши идеалы, ваши принципы, хотите, да? То они должны отказывать себе, чтобы их дети жили как? А те, соответственно, тоже должны отказывать себе, чтобы те, что вот будут позже, они жили. А жить кто будет? Кто будет отказывать, понятно, жить кто будет? Люди не могут понять таких простых вещей, послушайте, что на самом деле Бог сотворил нас, чтобы мы жили, нас, чтобы мы имели надежду, будущность в этом мире. Он сделал все для нас и дал наследие детям нашим. и он желает, чтобы человек радовался, а не ущемлял себя. Понятно, да? Он дал нам будущность и надежду. Здесь будущность и надежда заканчиваются. Все, больше нету. Извините, дальше дороги у вас нету. Но поскольку наша надежда лежит не на этой земле, то она и будет продолжена в вечности. всякая надежда, которая лежит на этой земле, на этой же земле и закончится. Вот так вот приблизительно. Картинка может быть другая. Если кто-то может нарисовать там другую, не знаю, стелу, плиту, вечный огонь, вечную память, что хотите. Если ваша надежда на этой земле, на этой земле она и, собственно говоря, закончится. Наша надежда на небесах будет жить вечно. Есть разница? Собственно говоря, существуют только легкие нюансы в этих трех картинках. В чистом виде ни тех, ни тех, ни тех. Ну, как бы не бывает. Все мы живем в мире наших представлений, с которыми нам тщательно надо будет сражаться. И наши представления иногда нас будут удивлять. И мы живем иногда одновременно здесь, здесь и здесь. Иногда люди живут одновременно здесь и здесь. и причем это их абсолютно не смущает. Большая часть всех живущих на территории постсоветского пространства, вообще в Европе, они являются материалистами. Понятно, да? На изменение мировоззрения уходит в среднем где-то 300 до 400 лет. Идеи секуляризма появились в Германии в 16 веке, в 19-20 веке они, в общем-то, проросли. И то, что мы имели в 20 веке, это те плоды, которые мы имели. Уже действительно к тому времени прагматизм заменил, в общем-то, понятие совести, добра, зла. дедушка Гитлер говорил о том, что понятие совесть выдумали жиды, и я помогу вам от него избавиться, в общем-то, помогал избавляться от этого понятия. И материализм, он, в общем-то, дал такие плоды, как дедушка Ленин, дедушка Сталин, дедушка Маудзудун, Пиночет и так дальше. Это люди, которые были, в общем-то, движимы, не понятиями добра и зла, а понятиями материализма. Абсолютно циничные понятия, и кроме прагматизма и достижения каких-то своих целей конечных, любыми средствами, мы ничего не видим. И человечеству, кстати, это не очень понравилось. Я не встречал людей, которые были в восторге от того, что сделал Сталин, Гитлер, Ленин, Пиночет, Маудзудун и так дальше. Людям не нравился этот произвол. Некоторые, которые попали в число тех, которые издевались над другими, те вроде как бы и довольны были, до тех пор, пока не попадали сами на то место, когда начинали издеваться над ними. то есть все до определенного момента. Когда понятие жизни человека нивелируется, поверьте, история показывает нам, что очень плохо это заканчивается для этих обществ, как в целости для общества. И нужно понимать, что вся история человечества, она искала ответы на некие вопросы. Сначала история человечества искала ответ на вопрос, кто создал, какие законы в мире, в мироздании, что движет происходящими процессами. И дав неправильный ответ, они пришли к и долопоклонству. Был народ, который знал правильный ответ. евреи. И они не стали таковыми. Народ Божий, он не пошел по этому пути. Он получил правильный ответ. Потом человечество, Homo sapiens, они же начали искать дальше, что было причиной мироздания, как устроен мир. И дали еще один отличный ответ человечеству люди. Материализм, тоже не очень понравилось. Накушались. Сейчас человечество приходит к ответу на еще один вопрос. Что очевидно сегодня уже для всех, что мир не только материален, он еще и духовен. Что человечество, которое погрузилось в материализм изначально, дальше оно начало двигаться по пути вещизма, такое общество начинает достаточно быстро деградировать. Понятно, о чем я сказал? Общество, которое пошло по этому пути, оно достаточно быстро начинает деградировать. Я могу приводить примеры, и примеры, которые достаточно просты, и это то, что в общем-то переживаем мы и можем видеть мы на очень коротком отрезке времени. Есть понятие цивилизации, культуры, и они в общем-то развиваются. Цивилизация, человечество, культура, она как бы развивается. Но мы не замечаем того, что по мере развития цивилизации культура, которая породила цивилизацию, убивается цивилизацией. Смотрите, простую вещь. Вы были в домах ваших дедушек и бабушек? Вы видели когда-нибудь такую штуку? Пластиковый стаканчик? Нет. Нет. Они не пьют из пластиковых стаканчиков. Из кружек, из чашек, стакан, он был поставлен в подстаканник. Подстаканник это была отдельная история. Что мы видим у них? Какие-то гобеленчики, статуэточки, какие-то картинки, коврики, сервизы, какие-то предметы культуры и искусства, они окружали этих людей. да? И они, как это ни странно, были достаточно культурными людьми. Культура. Что это такое? Способ общения человека. Это когда нечто нематериальное превращается в нечто материальное, да? И потом другим человеком опять превращается в нематериальное. Объясню. Я художник. Я хожу по улице, я вижу что-то, да? Что-то рождается в моей душе, и я решаю это что-то изобразить. Прежде всего, я изображаю фотографическое сходство или те эмоции, которые появились у меня в душе? Эмоции. Глядя на эту фотографию, вы пытаетесь проникнуть во что? В мои эмоции. В мои эмоции. Было что-то нематериальное, которое стало материальным, и которое вы хотите опять сделать нематериальным. Я писатель, я поэт, я композитор. Все это будет рождаться эмоциями, выражаться в каком-то форме, для того, чтобы возбудить вас опять какие-то эмоции. Много эмоций? Эмоций много? Послушайте, мне нужен сосуд, из которого мне нужно выпить. сосуд должен обладать какими-то эстетическими свойствами? Нет. У него одна вещь, он должен быть дешевым и доступным. И для того, что мне потом не жалко было его выбросить, попробуйте выбросить бабушкину чашечку. Меня же-то удерживает расстаться с этим стаканчиком. Нет, вода. Все, уже ничего. Все. Это называется вещизм, за этим ничего не стоит. Что мне это говорит о замысле творца этого предмета? Мне должно быть удобно, слухалка. И любая вещь, которая вас окружает, у нее задача быть удобной, дешевой, и с ней не жалко будет расстаться. Это называется вещизм. Эти предметы обладают только какой-то материальной ценностью и служат для достижения каких-то конкретных целей. Никакого творчества во всем этом нет. нету. Вот та часть, которая общалась с нашей душой, которая побуждала какие-то эмоции в нашей душе, она тщательно и срательно убивалась. Телевизор шикарная вещь, жвачка для глаз. Послужило в этом тоже очень не слабо. если мы посмотрим на мое детство, я жил в Киеве и в моем детстве была целая одна телевизионная программа. Аж целая одна. И вы знаете, все знали, весь город знал, что по нем идет. Сегодня сколько их там у вас? ну нормальные цифры, почти такие же как одна. А еще интернет это вообще отдельная история. Послушайте, и тогда чего там показывали? Следствие ведут кто? Весь город вымирал вообще. Все по домам и на следующее утро все обсуждали. по чем говорить, да? И что было странно во всей этой истории? Милиция была хорошей, а бандиты были лохими. А теперь оказывается наоборот. Мы все читали три мушкетера и все их дружно обсуждали. да? Понятно, что какие там ценности, ну разве что дружба, любовь, преданность, какие-то такие странные смешные ценности, да? А потом пришло фильмы, которые бригада, да? Где милиция была уже плохая, а бандиты были хорошими. Потом пришли фильмы такие, как интердевочка, ну, которая воспевает просто целомудренность, место встреч изменить нельзя, это старые фильмы, посмотреть на новые фильмы, я теряюсь иногда, да, я просто иногда теряюсь, все, что должно быть здравым, оно извращается с точностью до наоборот, и детям, послушайте, это нравится, и когда вышел этот фильм интердевочка, девочек, они хотели стать проститутками, им понравилась эта жизнь, о каком целомудрии мы тогда будем говорить в этом обществе? Это отдельная история, спокойно, послушайте, с этим обществом что-то происходит, лет 30 назад, так, ну, давайте, фильмы будем обсуждать чуть позже, лет 30 назад, если девушка стояла на углу улицы, с сигаретой и курила, и вы подошли бы к ней и попросили ну, вести себя прилично, скорее всего бы она поняла о чем идет речь, если вы сегодня это сделаете, я молчу, вы такое можете услышать в ответ, но она искренне не поймет, что вы имели ввиду, общество деградирует, и по мере деградации общества, оно понимает внутри голод души и ищет ответ на этот голод, человек начинает с течением времени понимать, что все, что он ест, пьет и чем он пользуется не является достаточным для него, есть внутри голод души, который не удовлетворен, который в какой-то части раньше был замещен театром, концертами, книгами, общениями, он был каким-то образом удовлетворен, на сегодняшний день при том состоянии общества, когда все люди пришли к состоянию деградации, когда они смотрят этот телевизор, который неизвестно, что несет этим людям, когда люди уже перестали практически читать книги, потому что даже чтение книги, когда мы слова пытаемся превратить у себя в голове какие-то образы, уже заставляет наш череп что-то делать, то телевизор всего этого процесса нас лишает, то вот это состояние толкает людей на новый поиск духовных вещей, и такое общество, не найдя правильного ответа здесь, с удовольствием примет неправильный ответ, который уже будет к тому времени называться Антихрист. Понятно, да? Духовный поиск человечества, в которое мы вступили в этот промежуток времени нашей истории, духовный поиск при неправильном ответе даст возможность людям принять Антихриста. Правильный ответ только в этой части. Вот здесь правильный ответ Ишу. Понятно, да? Все остальные пути, поиски, понятно, здесь увенчалось неуспехом, здесь поражение, сейчас новый поиск, и ответ тоже там есть, у того нового поиска есть неправильный ответ, называется этот ответ Антихрист, и если люди станут на этот путь, и пойдут по этому пути, они примут его. Да, это, кстати, сказано нам в этой умной книге. Наша задача стоять на правильном пути и указывать для всех остальных этот правильный путь. Не просто стоять на нем, но еще говорить, ходить и проповедовать, потому что это часть, которая называется обязанность священника. Мы призваны священнодействовать, являться светом и солью для этой земли, отделять чистое от нечистого, указывать о том, что является грехом. Это наша ответственность для этого мира. До сегодняшнего ничего не поменялось. Да? За которую спросите с нас. Вы уже знаете, практически можно заканчивать. Но на сегодня так это точно. Аминь.